В четверг с рабочим визитом наш город посетил член правления предприятия «Латвия с газа» Гинц Фрейбергс. Поводом стало открытие обновленного офиса Дагубилского участка компании после завершения капитального ремонта. Сегодня в этом здании созданы все условия для качественного обслуживания клиентов. Теперь людям с ограниченными возможностями и мамочкам с колясками не нужно ломать голову, как попасть в центр обслуживания посетителей. Установленный пандус и автоматически открывающиеся двери значительно облегчат этот процесс. В ходе реконструкции здания были созданы и комфортные условия труда для самих сотрудников, которым сегодня уже не нужно ютиться в тесных кабинетах. Следует отметить, что благодаря реализации этого проекта Дагубилскому отделению «Латвия с газа» удалось решить еще несколько проблем. Расширить свою территорию за счет внутреннего двора и таким образом разрешить вопрос с парковочными местами. А также построить гараж для спецтранспорта, который раньше стоял на улице и в морозную погоду заводился с трудом. Если будут хорошие условия труда, тогда будут и хорошие результаты, и здоровье наших работников будет. Так что в основном у нас в всех этих участках уже похожая ситуация, везде сделаны ремонты. В пользу и случая мы не могли не спросить у одного из руководителей компании, планируется ли понижение тарифа на газ в ближайшее время. Наше головое топливо в Европейском Союзе третье самое дешевое. Дешевле только есть в Румынии, потому что они частично покрывают за прибыль транзита. И дешевле вроде Эстонии, но они не считают расходы, которые идут по городским сетям. И хотя утвердительного ответа на свой вопрос мы не получили, Генс Фрейберг отметил, что по мере возможности компания идет навстречу своим клиентам. Правоту этих слов подтвердил и председатель городской думы Янис Лачплюсис, отметив, что сотрудничество с Латвия с газой с самоуправлением ДАУПЛСа является весьма продуктивным уже на протяжении долгих лет. Стабильная работа предприятия Латвия с газа важна практически для каждого горожанина. Это подтверждение, особенно в зимние месяцы, не требуется. Мы всегда уверены, что наши городские котельные получат необходимое количество топлива, что тепло будет произведено и доставлено. Ну а если говорить о том, что как меняли цены, надо признать, что за последний год цены на газ все-таки немножко понизились. Если мы сравниваем с предыдущим отопительным сезоном, то в том, что сегодня мы за тепло при аналогичных условиях платим меньше, есть заслуга и Латвия с газой. Но деятельность Латвия с газой не ограничивается только предоставлением услуг своим клиентам. Ежегодно предприятия реализуют проекты, направленные на расширение своих сетей. В частности, в этом году Дагублские газовики завершают работы по проведению газопровода в районе артбазы. А в следующем году Латвия с газа приступает к реализации еще трех проектов на территории нашего города. На следующий год также предусматриваются три проекта. Один проект – это в сторону Риги, ну, как сказать вам, ну, где жемчуговая дача. Там в том районе будет построен газопровод, также будет построен газопровод по дороге в Ругеле за газонаполнительной станцией. Там дома получат природный газ. И еще на озеро Шуни там первая, вторая, третья, четвертая линия. А вот решения по подключению жилого фонда, расположенного в центре города к сетям «Латвия» с газа, пока нет. И в ближайшее время, судя по всему, не будет. Хотя многие жители давно уже высказывают желание стать клиентом этой компании. Газовые сети жиженого газа – это совсем частная фирма. Раньше мы, когда были вместе, мы все газифицировали. Теперь нашим жителям надо решать с ними этот вопрос. Но это очень-очень сложный вопрос, потому что они, владельцы, отпускать, конечно, они не хотят своих клиентов. А построить за средства жителей – это очень дорого. Так что на сегодняшний день это большая проблема – переходы на природный газ. Остается только надеяться, что со временем и эта проблема будет решена в пользу горожан.